Всем привет! Мы продолжаем релаксировать. Уже сегодня уезжаем. Присяду с вами, поболтаю чуть-чуть на качельках. Сегодня мы сейчас в принципе уже в 11 уезжаем. Сегодня 11 сентября 2020 года. Мы находимся в Алубке в гостинице Аквавита. Сейчас в 11 пойдем уже принимать душ, собирать вещички и поедем дальше. А поедем дальше мы. Это гора и Петри. Заедем на Массандру. Полюбуемся. И зайдем на винзавод. Возьмем домой массандровского винца шампусика. И поедем в рыбацкую деревню. Не знаю как назвать. Там мы зарезервировали себе место под машину. Палаточный городок. Ну, геймпинг. Переночуем сегодня ночь в палатке на берегу моря. А завтра будем двигаться дальше. Куда будем двигаться дальше, не пропустите. Путешествие конечно у нас в этом году такое для меня очень экстремальное. Моя муж во мне вырабатывает, я бы сказала, стрессоустойчивость. Сильную, жестокую. Он в этом году со мной. Так же как сейчас мы поедем на гору Ай-Петри. Я очень боюсь. Потому что там поднимаешься либо по канатной дороге. Сегодня ветер такой. Ну, с ветром кстати очень классно. То, что не так жарко. Жара не ощущается. Гора Ай-Петри. Кто не знает. Ну, я сама там ни разу не была так. По ютубу только знаю. Там очень перевалы жестокие. И туда можно подняться либо по канатной дороге. Но канатная дорога тоже жестокая. 20-25 минут. Там есть даже спуск и подъем под 45 градусов. Либо на такси, либо на машине. Но на машине, говорят, очень экстремальный вид путешествия на эту гору. Но муж сказал, нет, мы едем на машине. Так что сегодня я буду еще стресс один переживать. Ему недостаточно моих стрессов. Как вы видели, да? Это что я? Мыс Хамелеон. В жару 35 градусов. В час пик. При том, что я жару не переношу. Я начинаю плыть. Преодолела я это. Что у нас был? Катер, катер, дождь, град, непонятная погода на обешенной скорости. Все затянуло. Гроза, дождь, молния. Вообще все, что угодно. Страх, ужас. Это мыс Тарханкут. И сегодня еще гора Айпетри. В этом году и водных экскурсий много у нас. Ну, я воды боюсь, но реально в этом году я стала к ней привыкать. Либо здесь просто море такое более спокойное. Я как-то себя спокойно чувствую. А так я вообще не водная. Я ужасно боюсь водных экскурсий. Ну что, мы пойдем собираться. Оставайтесь с нами. Не пропускайте наши влоги. Надеюсь, вам с нами интересно. Очень рада новым зрителям, новым подписчикам. Это еще больше мотивирует меня. Так что оставайтесь. Надеюсь, вам будет с нами и дальше также интересно. Ну что, встречаемся на перевалах по дороге на гору Айпетри. Вот такой наш номер. Небольшой бардачок, не обращать внимания. Мы отдыхаем. У нас здесь три кровати. Небольшая прихожая. Душ. Ну такое все, конечно, старенькое. Ну и говорю, как мы, на два дня, в принципе, вполне адекватно можно переночевать. Полотенчики чистенькие все. Что мне понравилось, здесь даже тазик есть. Я немножко своего белишка простирала. И балкончик. Мини-холодильничек тоже есть удобно. Охлаждаем там водичку. И балкончик с сушкой для белья. Столик. Вот такой вот. И вид на море. Здесь, конечно, вот эта площадка немножко вид портит. Но все равно, когда ты смотришь вдаль, особенно вечером, любуешься вообще красиво. Мы здесь с Олегом тоже сидели, релаксировали. Мы выехали на гору Ай-Петре. Вот она виднеется слева у нас. Вот нам надо туда подняться. Представляете, как это будет выглядеть? Я нет. Думаю, Олег не представляет. Ну, сказал, хочу на машине и все. Хотя, я думаю, на канатке не меньше страха бы мы пережили. 25. И очередь еще. Да? И так подниматься под 45 градусов, под 300 градусов. Ну, я думаю, что да, там тоже жестко будет. Так что, ладно. На машине, так на машине. Как муж говорит, мы ж не одни ездим на машине. Не бойся. Обещал, что не будет страшно? Да, я не обещала. Я ему сказала, значит, ты остановишься и я выйду из машины. Заправки рекомендуют АТАН и ТЭС со слоником. Я вам обзорчик сделаю второй тоже заправки. Остальные сказали, желательно не заправляться. ТЭС. Вот заправка ТЭС со слоником. Ну вот, мы и въехали на эту петляющую дорогу. Я домой еще в поселке Виноград. Которую я, ну, пока еще не боюсь, но я думаю, что дальше круче намного будет. Потому что там, наверное, в высоту мы будем понимать. Да. А потом все это еще и надо будет испускаться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, мы часть преодолели? Большую часть? Или нет? Да, больше. А вот там осталось еще немного. Меня даже рубит спать. Посмотрите, какая красотища здесь. Как будто вон на уровне облаков. Да, как будто... А море как будто и не видно. Вот тут вот только с краешку, а там как будто прям небо. Вообще красиво. Вон, я перебил. Да. Вот тут вот. Вон. 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 Это Газпра, это Ялта? Наверное, не знаю. Но мы думаем так. Скорее всего, Ялта там огромная. Вчера мы ее вечером видели красивая, конечно. Но она и сейчас даже как нарисованная красивая. Строющее здание там. Там Ялта. Видео. Их натуральная. Направо на метонную парковочку. Станцию от вас подводник 3-го какого-то центра Внебрасокасова. Настрое. Подождите. Это куда? приезжайте и на правом направлении, вот битоны перед вами видите, могут быть ближе к нам, да, да, битоны, робота, хорошо